День у нас 22 июля 2016 года, отъезжают ребятишки, которые в гостях у нас из лагеря, вот от Надежды Васильевны Лапкин. Давайте, выходите все! Домой! Все, машина пришла! Давайте! Давайте, выходите! Миша, здесь, Миша, все, чтобы выходили! Сумки по пути захватывайте! Деда такие-то бил! Вон как билет, еще какие-то... Давайте! Я тут положу! Игон, игон, все! Все вещи-то вынесли уже? Одевайте! На башню, тебе больше нет! Сидит у нас сумка, какая-то красивая, какома! Какома, сумка! Так, давайте, где остановилась? Так, подожди-ка! Я не пойму, в чем дело! Так, почему не выходят-то непонятно? Я сказал, выходи! Это было раньше, если чуть-чуть сейчас мальчики пришли! Почему их так рано разбудили? Мы пять часов встали, а не рано! Вешли, вещи иди! Я не пойму, вы уходите или нет? Я встали или нет? Я! Я! Все, все, Нестор, вы что-то там сидишь-то? Все уже! Ну, котелки! Не знаю! Заставили нас сидеть! Мальчик! Мальчик! Так, идите, вещи свои взяли, нет? Я взял! Да все, они забрали! Нету там их вещей! Однако... Миша взял? Миша взял! Ну, Миша, говорит, взял! Все! А девочки-то зачем? Только он не все взял! И Вика в панчо идет, в каком-то мексиканском или перуанском. Оля, все забрала? Угу. Такая вот личная куртка. Куртка, да, единственная. Я не знаю, где она у нас. Кто-то задевал, она ее. Их, иди кукурк! Смотри! Подожди, чьи! А чьи? Мне они маленькие. Так, подождите-ка, мои хорошие. Это че платье? Не знаю. Это че платье? Не ее, а твое платье, нет? Вы ее разверните. Ксюша, большая, давай. Верни тебя, забери. Че спасая брала? Так. А это забери. Это не мое. Я боюсь. Подождите-ка, давайте. Я хочу огощить. О, прикольно. Я хочу огощить. Ну, положи в машину, Вика, положи в машину. Забрось туда прямо, на мешок. Положи на мешок. Ой, у тебя есть пакет? Нет, у вас нет. Ты какой пакет? А, вот это наш пакет. Вика, на, оставила. Хлеб, помидоры, чьи ваши были? На, вот здесь вот, держи, потом все это разберете там. Ой, господи. Так, давайте, ну-ка, давайте сюда подходите, будем прощаться. Но, какие мои хорошие-то. Вот они где. Все сюда подойдите. Пакет затолкает и идете. Я не пойму, что он там раскладывает. Не залезали. Миша, что раскладывается? Вы себе два клеща уже положи. Нестор, свой мешок забирай тоже. Ну-ка, походите. Это чьё? Это твои вещи? Мои, мои. Это мои? Ну, как много у тебя набраться было. Вика, вот эти вещи чьи? Так, Люба, твои пока вещи даже не посылай. Отойдите на сторонку. Твои? Ну, так почему они так вот раскиданы? Сейчас ничего не будем разбирать. Сейчас бесполезно. Так, шофер только может сделать. Отойдите подальше. Так, давайте помолимся и вы будете садиться. Господи, слава Тебе, что живыми и здоровыми отправляем детей. Благослови родителей, дабы дети помнили, что было сказано из Святого Евангелия. Услыши молитвы всех молящихся о нас. Дивна милость Твоя. Ты чудно сохранил нас. Благослови власти и всех гонителей наших. В судный день не помяни их этого безумия. Дай детям добрый разум. Дабы они не растеряли то доброе, что они слышали ежедневно. Были мирными между собой. Благослови шофера и транспорт. Дабы благополучно доставили родителей к родителям детей. Тебе слава за все. Отец, сын и святой дух. Аминь. Ну, идите прощаться будем. Ну, давай, поцелуемся. Давай. Ну, что? О, застеснялась. Девушки мои. Ну, давайте по одной. Сейчас, подождите. Сначала. Сейчас. Давай. Вещи. Так, сумки все подали. Да. Сейчас, представить, кому куда надо. Вот как хорошо получилось. Вот сумка еще тут стоит. Вот кто-нибудь вперед садись и вперед садись. Местер, ты где? Все? Пригодилась к городу. Местер здесь? Сидите там спокойно. Дорогой старайтесь молчать. Про себя молиться. Дорога трудная. Так, оттащи сапожки. Сейчас все уберем. Сейчас все. Чтобы там я разобрал, с кому что. Дорога, я буду. Дорога, я буду. Подзавел, как говорится. Так, либо ты сама ведешь. Я пойду. Так. Так, который адрес и дала? Сой, этот. Этот, тогда и адрес. Заехать, в случае чего не заладится, кому дознать детей-то. Это вот, которые продукты. Нужно, если мы ходим, походим. Нет, не ходим. Из этого не что-то между ног нельзя будет поставить? Поставим, поставим сейчас. Это вот для ехать. Посмотрите. Это вот это, по вещам. Вот этой женщине. Это приехать. О которой я говорил, где она. Ее вот номер телефона домашний и сотовый. Живет гостейница Барнаул по просеку, что у меня первый год. Четвертая квартира написала? Это вот оттуда, как вот вы приезжаете, отречено, что набрать этой колонны. Да, она сейчас, по всякому, а какие-то монстры. Так что можно положить его в ней. Это какие-то, по-моему, что мы с вами делаем. Если кто-то не заладит, то... А это лист кровавого. Это бы хоть так ее хотелось бы. Не заладится, то она женщина-то всех принят. Она уже ждет. Андрей-то берет у себя там что-то, я ничего не знаю. Какой Андрей? Который машину заказал. Андрей, на нашей машине-то нельзя было. Когда едете, на нас ставите сразу сигнал. Хорошо. У вас есть наш телефон-то? Да, у вас есть телефон. Сразу позвоните, что доехали, детей раздали. Под ноги там, что можно натолкать. Посмотрим, может быть, помидоры войдут, а нет? Да, помидоры войдут. А что не войдут? Может, у нас тут ребятишки остаются? Еще, все, человек. А то у нас еще нет. Видите как. Господь благословил. Это Андрей Головащ позаботился. Видите как, к восьми все как положено. Четко. Прошел, он говорит, что наша газель не прошла бы здесь. Вон она машет рукой. А вон они что-то как отдыхали. Ну покажи-ка ей. Видно, нет? Видно, видно. Ну а помидоры можно вот это. Я сейчас открою там вверх. Оля пусть возьмет. Володя, подойди сюда. Нет, ей прямо на колени вот эта маленькая ведет. Да она далеко не хочет. Да можно даже на колени. Она маленькая. Ничего, вон она. Я сейчас детей прошу, чтобы слышно было. Так, они собираются в очередной дня. Вы никто ничего не забыли? Нет. Так, все здоровы? Да. Ну давайте с Богом. На следующий год как Бог даст. Мы еще не знаем. Помолите, чтобы у нас было все хорошо. Ой, ее руку тянут вине. Ну, замечательные мои. Ваш телефон у меня есть. Игнать, Игнать. Да, да, да. Мне Андреев прислал, я вам позвоню. Спасибо, Христос. Мы будем ждать звонка, что все благополучно. Не забудьте, которые вам она сказала. И помидоры сможете взять. Все. Все хорошо. Господи, по-милу. Шофером по-хорошему. Все. 8 утра. Сейчас посмотрю. Сколько времени? Овечек вон сними. Овечек снимите, глядите. Сколько, Люба? Без трех минут 8. Без трех 8. Какая точность? Мы уложились прям. Прямо все. Чика к чику. Все. Остались у меня только эти, которых нельзя отправить. Ну, поняла. Там в интернете что делается? Так они у вас лично здесь или они по домам? Кто? Эти дети. Четверо у Андрея. И один у Барабаша остался. С Канады. А тут всех билеты куплены. Я не могу их отправить. Враги-то торжествуют. Разогнали лагерь. Они не разогнали. Мы сами ушли. Полиция никакого вреда не сделала нам. Еще раз повторяю. Никакого. Они охраняли, пугали. Пугали. Дети тут три дня блокированные сидели, боялись выйти. И батюшка сказал, а почему бояться? Да вы так себя поставили. Они искали адреса детей задержать. Узнать адреса. Передают в уголовный розыск. В уголовный розыск. В Барнауле. Краевой прокуратуре сказать. Вот куда. А те идут к родителям и пишут им пакости всякие. Подпишите, что с детьми вашими то и то делали. Чтобы против меня возлюбить уголовное дело. А на лжесвидетельство подбивают. А это уже уголовная статья. Сейчас будем обрабатывать материалы в Генеральную прокуратуру. Потому что это абсолютно никуда. Люди написали уже заявление Медведеву. То есть вначале по всей стране и во всем мире буквально сейчас идет волна эта. Люди назначили посты по три тысячи поклонников каждый день молятся. Представь себе какие. И 50-ти, и там православные все молятся. Лагерь, который надо брать пример. 45 лет исполнилось и ни одного повреждения. Ни одной копейки не дали. Все дети целые, здоровые уезжают. Вот эти приехали мальчик Миша и Оля. Синько фамилия. С собой пачку таблеток. Кровь идет из носа, они не могут. Я говорю, я не могу принять. У меня правило определенное. Сдать или выбросить. Пробыли полный срок. Ни одной кровинки из них нет. Веселое все. Это лечебница, земля. Ежедневная молитва, спокойно. Мне девочка понравилась, очень хорошая. Оля вот эта. Вот эта Оля. Мне понравилась. Понятно. Они у тебя ночевали? Да. И по ней видно. Она воспитанная девочка. Знаете, говорить, у нее пятеро ребятишек. А с шестым лежит в больнице. Малышки которые. Видишь, как поехали. Будем сейчас молиться, чтобы они благополучно дошли. Мы вчера уже с вами молились. Вот сегодня в Варнауле открывается суд против меня. Суд. Судья разбирает дело. И что они хотят? На меня же самое большое наказание штраф. Что у меня там медицинской книжки не было. Что от клещей не протравлено окрестность. А клещей вообще ни одного нет. Что у кастрюли отбита маленькая эмаль. Доска раздела, что не из того дерева. То есть искали. А мазки делали. Вот она берет мазок какой. Где-то. Но она не должна прикасаться к пробирку. На исследование супу. Она сначала почесала за ухом. Сейчас мне пишут. Врачи пишут. Она говорит, что делает-то. Берет руками, а потом берет. Так ты исследуй, ты будешь свои микробы, свое ухо. Взяли суп, кашу, воду. И все везде нарушение. То есть грубейшее нарушение. И при том они молчат. Какое исследование? Ничего нигде нету. Нету ни одного слова. А что не надо? Ну нарушено. Да, они и новые указы издали. Новые. И они может быть правильные. Ну не до такого людоедства-то. Дети из бедных семей. Сначала ограбили. Оживите по нормам богатых семей. Туалет должен быть там такой-то, такой-то. Там с мрамором. Вода проточная. У детей должно быть там по 9 квадратных метров на каждого. Ну что, дури. Когда ты меня обобрал, у меня 10-6-7-сот рублей. Они сейчас переводят это на общину. Это община виновата. И с нее 25 тысяч. А общины ни рубля нет. У меня 6523 рубля. Как на них жить? Они с пенсии снимут, мне сейчас говорят. Потому что все, сколько ездило, эту команду кормить надо. И полицейские, которые суточные спали здесь, караулили. И вот этих, которых они набрали, два пузатых таких, полицейских, подполковник. И им получка идет. И они сказали батюшке, а что, в колхоз идти? За полторы тысячи-то работать. А тут 15-20 ему идет. Здоровый парень лежит, спит в машине. А что они взяли? Ничего. А зачем вы здесь? Ну, нам дали указания, мы стоим. А что вам нужно-то? Адреса людей этих, которые дети. Адреса. А то дозвонят, приходят с прокуратуры и давят. Подпишите. Уголовное дело возбудить. Ну, там, видимо, насиловали. Я не знаю, что там написано. Органы изымали из них. Невыносимые условия здесь были. А дети не хотят уезжать. Все рассказали уезжать, они поникли все. Мать пишет. Вы сделайте код ханем. Вчера мне звонит одна. Отпустите всех детей. Ну, моих не отпускайте. Ну, пусть побудут у вас. Хоть научатся варить суп. Мальчишка хоть научатся вот этот гвозди выправлять. Здесь настоящая жизнь. И вот я говорю, это в настоящий момент. Сегодня 22 июля 16-го года в 8 часов утра. Вот мы их отправили. На остальное по деревне. Я сказал, ни одна нога ребенка после понедельника 18-го июля 22.00, когда дети полураздетые, с постели поднятые, бежали в степь. А милиция снимала, полиция. И больше ни одна нога ребенка там не была. Даже что надо, вот Володя все приносил и приносил. Володя, я говорю. Я говорю о Володе сейчас. Как сонный. Вот какие наши дела. Спасибо, Христос, вас за помощь деревенских. Вот тут поступило так. У Игоря внезапно уезжают. Заберите детей. Я так, ах. Да куда же я их заберу, когда уже распределили. Заберите. Мне нельзя здесь, потому что я не местный. Ага, я забыл, что местные двое Володи и этот. Тогда понятно, можно было сделать. Эти тоже в домницу едет. Ирина, заберите детей. Это у меня голова кругом идет, говорят. Как? А куда я их? А жители-то тут разводы общался. Княниле пошел одинокая. Серафима одинокая. Нина. Все больные. Ничего нету. Они, ну а куда я? Я чего, как? Свои внуки хоть десять приедут. Я говорю, а как же есть, которые приемных детей берут? Вот и показала дело. Какие мы христиане. Нам тоже это урок. Дети стали ближе к деревенским. И мы друг друга маленько увидели. Я прихожу рассеренный. Я говорю, я могу это сделать здесь. Вот Володя здесь. Поставим палатку где-то здесь, среди комарья. И дети будут здесь. А вы будете смотреть, ходить и жевать слезы свои. Ну и даже до этого не дошло. Было куда принять там у нас с Аманной. Спрашивает из Канады сейчас звонят, что там такое творится. Как? Ничего не творится. Я говорю, все благополучно. Нас фактически подписали. В лагерь не заходить, этого не было. То есть они закрывают его, но насилия над нами не было. Чтобы они хватали в других лагерях, сажали в автобус, в жару. Часами сидели, не пить не давали детям. Закрывают подряд лагеря. И в основном православные, мусульманские они не тронут. Если тронут, от них трухи не останется. Они 2 миллиарда двинут на них. Никакой полиции не хватит. Сожгут все. Цыган не трогают. А православных можно. Почему? А мы такие полу-полу. Если бы были настоящие христиане, мы бы молились. Мы бы искали, где добро показать. А получается одно название. Мне сегодня скинули, там, с Украины, там, Валентина Пивень есть. Она не православная, но она 100 раз лучше православных. Она сочувствует, она понимает, она смотрит, она молится. Группа молитвенные составили в Санкт-Петербурге. Молят, передают друг другу круглосуточно. И вот Господь, машина, вчера звоню, нету. Наша машина ни одна не угодно. Вот пошла машина. Внезапно. Я думаю, как же быть-то? Кто привозил-то мне? Батюшка говорит, а кто тебе, как дети попали сюда? Да меня привозили. Я-то, Саидок, это намек. Я сразу раз нажал Андрюша. Купил пилу мне, Андрюша. Эту электрическую, механическую. Там пока рассуждали, он купил и прислал. Со всеми амуницией. Вот как Господь делает. Мы сделали, что могли. Ишь, мои голуби тут. Дети просились на голубят, и так и не сводил. Потому что вчера начали проситься. А в это время девочки стали проситься купаться. На мальчике купаться есть с кем. Владимир Яковлевич Юрьевич Галендухин. Их, который привез воспитатель. А показалась Ангелина Устинова здесь. Я говорю, ее в первую очередь надо пропустить, она домой идет. Она огурчики привезла. И она сходила с ними, покупалась. Потому что скупающимися девочками должен быть женского пола кто-то. Не меньше 16 лет, умеющий хорошо плавать. А иногда и мужчина, чтобы где-то в засаде был. Если крик поднимется, чтобы выскочил. Иногда некого было сопровождать девочек. Я ходил. Приду в крапиву, лягу. Лежу на спине. А они мимо идут, покупались. И меня забыли там. Я выйду, нигде никого нет. Я не слышу, как они идут, разговаривают. Но все остались живы. И опять ни одного повреждения. На 10 дней раньше. Сегодня у нас 22-е. А 2 августа только закрытие было бы. А раньше мы закрывали 28 августа. Мне советуют ролики выставлять про лагерь только осенью, когда лагерь раздедится. Никогда такая мысль не приходила. Выходит, у меня надежи на Бога нет. А против вас будет. Мое против меня, я достоин того. Но если мое для славы Божьей, да будет так. Ну что, пошли, хлопцы? Спаси Христос. Господи, сохрани их там. Я сказал ему позвонить, когда доедут. Спаси Христос. Можно будет. Да. Ну пойдемте, малыши. Спасибо. 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 Спасибо.